Добрый день, уважаемые коллеги! Я, как всегда, рад вас приветствовать на нашей новой вебинарной неделе. Сегодня, в этот раз, она у нас будет слегка сокращенная. Три вебинара на этой неделе у нас проводятся. И, как всегда, перед тем, как передать слово сегодняшнему спикеру, Юрию Николаевичу Белоножкину, я хотел бы прокомментировать несколько ссылок. Во-первых, в самом начале чата я привел две ссылки. Это полезные ссылки. Первая из них ведет на сайт Директ Академии, на страницу расписания вебинаров. И на этой странице вы можете познакомиться, кроме собственного вебинара в текущей неделе, в нижней части страницы с интерактивным расписанием, которое приведено до конца текущего учебного года. И в ней вы можете выбрать любые вебинары и зарегистрироваться на любые вебинары, на которые хотите пойти за этот период. Вторая ссылка ведет на наш учебный канал на YouTube. По этой ссылке будут храниться все записи наших вебинаров, уже хранятся. Там уже расположено более 240 записей наших вебинаров. И сегодняшний вебинар тоже записывается и тоже попадет на наш видеоканал на YouTube. Ну и, наконец, я хотел бы проанонсировать два вебинара, которые пройдут в ближайшее время. Завтра, 14-го числа, будет вебинар Дмитрия Кречмана «Электронное портфолио в системе дистанционного обучения». И послезавтра тоже Юрий Николаевич Белоножкин сделает вебинар «Видеостриминг в учебном процессе и бизнесе. Обзор решений». Я вас призываю на эти вебинары пойти. Это очень интересные должны быть вебинары. Единственное, что я хотел бы сказать завтра, 14-го числа, Дмитрий будет проводить вебинар один. Я буду участвовать в конференции, не буду на вебинаре. Поэтому я с вами встречусь послезавтра. А завтра, как обычно, будет вебинар от Дмитрия. Ну, на этом все. Я передаю слово Юрию Николаевичу для того, чтобы он провел сегодняшний вебинар. Юрий, прошу тебя. Добрый день, коллеги. Привет, Павел. Я рад вас видеть снова в портале. В гостях у моего друга Павла Калинникова. И мы сегодня с вами станем участниками необычного мероприятия. Сегодня мы не просто посмотрим результаты того, как аватары могут применяться в учебном процессе, как они могут готовиться. Мы также станем участниками вот этого хит-парада и выберем самое лучшее решение, самый лучший вариант, а не барабан. Я не понял, что значит крутить барабан Ерел Сергеевич. У нас не будет никакого спорт-лотоа, не будет никакой лотерей. Будет профессиональное обсуждение педагогических решений, которые позволяют увеличивать нашу эффективность. Мы с вами уже встречались со многими раньше. Я покажу вот этот слайд, который... Покажу его еще раз, с помощью которого вы можете понять последовательность получения моей презентации и моего ролика, который я подготовил для вас специально. Нужно открыть соответствующую вкладочку вверху, выбрать по дискеточке нужный файл и скачать. И третье, если что-то непонятно, пишите в вкладочке вопросы свои вопросы. Спасибо. В прошлый раз мы с вами сделали следующие выводы, что вот этот аватар, как некий визуальный медийный образ, располагающийся поверх страницы, в том или ином месте он требует принятия педагогического решения, что мы хотим достичь, умения подготовить материал, получить и разместить скрипт на своем сайте, оценить результат, то ли педагогический, то ли экономический. Такое тоже может быть, если аватар в бизнесе применяется, и поделиться опытом. Мы решили в прошлый раз. И вот мы с вами собрались. На чем же построены фокусы, центральные моменты сегодняшней нашей с вами встречи, коллеги? Мы с вами, мы с вами в этот раз сместим фокус на том, где эти эмоции, в каком пространстве, в какой точке можно увидеть, где взять сами эти видео аватары, но высокого качества, и как управлять мотивацией. И в этот раз мы уже говорим не о том, что мы думаем, что тут нового. Мы уже увидели это новое, действительно новое. Теперь мы будем говорить, что в этом самое ценное. В этом вебинаре не будет воды, будет полное погружение в практику. И что еще нового будет в этом вебинаре? Будет не демонстрация и анализ возможностей, а демонстрация и анализ решений. Кроме того, будет предложение платного, практического применения, потому что, извините, коллеги, это сервис не бесплатный. В чем ее платность, мы сегодня с вами узнаем. Мы с вами подумаем, что для нас с вами здесь есть ценного. Причем, как для педагогов, так и для преподавателей, сотрудников библиотек, методистов, руководителей подразделений, сотрудников фирм, мы будем искать для себя ценности. И кроме сертификата, в этот раз победителя ждет не только сертификат, но и в зависимости от места бесплатные подарки от меня. Причем не просто в виде аватары, а с моими консультациями, с моей помощью, с моей поддержкой. Вот такие у нас новинки. Как это было? Мы сказали, все, кто хочет, могут получить бесплатный аватар на свой ресурс. и я предложил связь. И предложил записаться сначала в закрытую, потом в открытую группу. И здесь для нас уже важно понять, а что оказалось удобным, а что неудобным при такой организации, взаимодействии. я показываю сейчас, я буду перечитывать отзывы коллег, которые вошли в этот процесс создания аватаров своими силами и применения их в учебном процессе. Вот это вот реальные люди, работающие в реальных образовательных организациях, которые заинтересовались и получили результат. Это их мнение. Я не навязываю свое мнение, свои оценки, я просто опираюсь на ту информацию, которую я услышал, увидел. Вы, если хотите, можете перепроверить, потому что сами понимаете, что некоторые любят давать отзывы людей, которых может быть трудно найти. Вот этих людей всех можно найти реально, и они подтвердят. Это только часть тех отзывов, которые я получил за прошедшее время после первого вебинара. Итак, какие же еще раз напоминаю, были пункты, вы их видите снова на экране, повторяю. Вопрос в другом. Что из этого предложенного на прошлой встрече оказалось невозможным? Коллеги, все оказалось действительно возможным. С чего мы начнем сегодня? В прошлый раз мы размышляли, то ли нам тактика, то ли стратегия нужна. Сегодня могу сказать, нам нужно не только и то, и другое, но нам нужно еще обладать искусством применения этого инструмента. И мы сегодня этим искусством будем с вами наслаждаться, смотреть, что же из этого получилось. В прошлый раз мы говорили, что нужен текст до какой-то исходной ситуации, вот тут, в виде аватара я сам. И мы думали, есть ли у нас возможности. Оказалось, что такие возможности, в том числе и по видео аватару, у нас действительно есть. И мы сегодня увидим. Не просто там робот говорит, какой-то, а живой человек в виде аватара, начинает говорить при нажатии треугольничком прямо поверх этой страницы. Такие возможности есть. В прошлый раз спрашивали, где можно приобрести. Уважаемые коллеги, вот на экране ссылочка, она есть в этой презентации. Любой желающий может купить этот сервис и действовать все дальше самостоятельно. Пожалуйста. Но это не реклама, это лишь информация, которую я делюсь с вами. Я проверил этот сервис не только на себе, но и на своих студентах. Я проверил еще и с вами, дорогие друзья. Я просто информирую. Единственное, хочу сказать, что купить мало. Возможно, кто-то из вас купит, но не будет использовать. И вы дальше поймете, почему. Что в реальности произошло за время после первого вебинара? Педагогические замыселы, когда начали мне писать заявочки, на самом деле качественный, такой работающий, оказался только у четверти всех, кто захотел самой принять участие в этом бесплатном эксперименте. Но я с каждым прорабатывал его ситуацию индивидуально, и мы выходили на стопоцентное понимание, для чего мы это хотим. Следующий пункт. Мы говорили, что необходимо не просто разместить, а оценить прирост интереса, какого-то результата. Этот прирост не проведен. Мы проведем его сегодня вместе. Он частично проведен одним из наших коллег. Мы сегодня эту оценку прироста, объективную, будем смотреть. Мы искали практики, мы их получили. Возможности аватаров теперь реально используются. И известно коммерческие предложения о том, что можно с этим делать. Более профессионально и более качественно. Я скажу, что было очень много вопросов. Вот я сейчас их не читаю. Я показываю, как результат фактически научного исследования, объективного, характеристики этого процесса. Пожалуйста, вот я говорю, все, что можно писать исследования. Коллеги, реально вы можете у себя в образовательной организации, в учебном процессе применить эту технологию. И кто-то по психологии, кто-то по педагогике, кто-то по экономике, кто-то по вопросам управления качеством. И другим вопросам может написать реально научные публикации, потому что этого еще нигде не было. На основе уже своих данных, если хотите, я посоветую, вы можете публиковать целую серию научных публикаций, новых. Кстати, раз уж зашла речь о коммерции, любой желающий, теперь я уже бесплатно не могу, но 100 рублей, без консультации, я сделаю для вас любой аватар. Пожалуйста, пишите свой e-mail, и я вам сделаю за короткое время ваш собственный аватар. Не надо никуда платить, какие-то доллары, за рубеж, просто я готов вам это помочь индивидуально. Другие вопросы, которые вы видите, я сейчас тоже не буду их озвучивать, потому что это уже частично повторение прошлого вебинара, те, кто не присутствовал, вот эту презентацию, возьмите, и вы увидите то, что чаще спрашивали, и то, что возникло по факту. Кроме того, здесь есть вопросы, связанные с SDO Moodle, или DreamStudy, или еще какие-то. У нас есть группа в Фейсбуке, где я размещал еще и видеоролики, видеоинструкции, как разместить эти скрипты. Хочу отметить, сейчас не буду вдаваться в подробности, не буду вдаваться в подробности. Так, что-то мой свет тут моргает слегка. Так, отмечу, что с одной стороны, сейчас я возьму указатель, с одной стороны, при составлении вот таких вот сложных решений, где требуется психология, и сценарий, текст, и компьютерная подготовка. С одной стороны, должен быть некий сценарист, который прописывает сюжет этого аватара, по большому счету. С другой стороны, это должен быть некий дизайнер, технолог, который визуально работает с этим замыслом, с этим сценарием. Теоретически может любой из вас обойтись без этих двух ролей, и сам может приступить к изготовлению захватывающих аватаров. Но, для этого, коллеги, потребуется опыт и навыки. Вот о чем речь. Теоретически можно все, но очень часто нужен тот человек, который уже имеет опыт в этом деле. Итак, мы с вами сейчас вместе посмотрим хит-парад парад аватаров. Вам, дорогие коллеги, спасибо, вам, дорогие коллеги, я предлагаю выступить в роли жюри, в роли экспертов, или запомнить номер, или записать на бумажке номер самого лучшего, одного единственного, самого лучшего аватара. Вы сейчас увидите в записи. За 10 минут 16 секунд мы найдем самый лучший аватар. Если вы готовы к этому участию, напишите что-нибудь, например, знак плюс готов. Так, я заодно вижу, что вы меня слышите. Так, вижу знакомые фамилии, рад всех видеть. Хорошо, дорогие друзья, спасибо. Итак, я прямо в вебинарной платформе открываю ролик и мы его с вами будем анализировать. Еще раз хочу сказать, аватар, который вы будете видеть, это некое видеоизображение, запускаемое вручную или автоматически и воспроизводимое поверх сайта, поверх вашего онлайн курса. Курс вы можете крутить, аватар находится по-прежнему в том месте, где ему скажут. Сейчас такие аватары мы увидим. Итак, начали. Торнозит, по-моему. Хватит мечтать. Срочно посмотри хит-парад аватаров. Выбери там лучший. Добро пожаловать в систему дистанционной Это первый аватар. Университет потребительской кооперации. Мы обучили не одну тысячу студентов. Мы знаем, как давать качественное образование. Второй вариант. Не должны ли вы книги в библиотеке можно здесь? Ссылочка и открывается нужная ссылка. Очень короткий. книга это самое дорогое для настоящего интеллектуала. Это история второго варианта. Не самое дорогое порой для обычного человека. Проверьте в вашем личном кабинете, не должны ли вы книгу. Возможно именно ее долго ждет кто-то другой. Станьте настоящим интеллектуалом вместе с нами. Загляните в свой личный кабинет. живи на светлой стороне выбирай чтение. чтение. Вот сука куда нужно было перейти. Это история этого варианта. Сейчас нормально пошло. Это мои демо варианты. Они в конкурсе не участвуют. Это говорит машина. Это готовый актер. Заготовые актеры могут говорить что угодно, в том числе и на русском языке. 24 языка народов мира. Мужской и женский голос. Это тоже демо. Вы находитесь всего в нескольких минутах от создания бестселлера динамического аватара на вашем сайте. Это специальное предложение, которое вы видите на этой странице. Оно размещено только для вас Юрием Белоножкиным. Вышлите ему текст, выберите аватар и получите от него скрипт на свой сайт бесплатно. Это доступно в течение очень ограниченного времени. Примите меры немедленно, чтобы пользоваться всеми преимуществами. Мы с нетерпением ожидаем работы с вами. И вот такие видео на зеленом фоне вы можете использовать для создания ваших аватаров. аватар может еще ролик вызывать после какого-то текста чтения еще можно ролик вызывать. Это вообще не мой ролик. Это демо вариант, он в конкурсе не участвует, просто моргает и смотрит. Дорогие педагоги, уважаемые психологи, вы участвуете в педагогических советах, ведете родительские группы или проводите собрания в школе? Мы составили для вас уникальный курс из четырех вебинаров под одной большой темой. Почему дети плохо себя ведут и что с этим делать? Больше вам не нужно думать, какие составить рекомендации родителям. О чем рассказывать коллегам? Как удивить и произвести впечатление? Для вас самые востребованные темы, поверьте, будет аншлаг благодарности от коллег. Участвуйте сами, заберите с собой все демонстрационные материалы, презентации, нарезки видео, практические задания. Ждем вас на курсе 4 кита общения с ребенком. Здравствуйте, уважаемые посетители. Если вы затрудняетесь в поиске информации на нашем сайте, то воспользуйтесь строкой поиска в правом верхнем углу или карты сайта. Карта сайта содержит подробное содержание и располагается справа, под основным меню. Желаем удачи! Здравствуйте, уважаемые посетители сайта! На нашем сайте вы получите актуальную информацию о проведении уроков и внеурочной деятельности по литературному чтению в начальной школе. Если вас заинтересовали обсуждаемые темы, вы можете связаться с нами по электронной почте, указана внизу страницы. Мы очень надеемся на сотрудничество с вами. Надеемся, что вместе мы сможем улучшить качество подготовки младших школьников. Друзья, я рада приветствовать вас. Надеюсь, что информация здесь вам будет полезна и интересна. Желаю успеха! Дорогие мастера и кандидаты в мастера вы заметили, как стремительно меняются технологии, бизнес-модели, правила игры. Чтобы держать компанию в тонусе, нужно постоянно тренировать управленческие навыки, развивать команду, участвовать в марафонах, играх, чемпионатах. С нами играющие тренеры и Лига профессионалов. Стадион МБА – отличная интерактивная площадка будущих побед. Привет! Я хочу стать переводчиком, но знаю, как сложно устроиться на работу без хорошего резюме, особенно без опыта и солидных сертификатов. По совету моих опытных коллег и преподавателей, я прошла этот курс SDE Trados, и теперь в моем резюме я с гордостью пишу, что я сертифицированным пользователем SDE Trados, на что уже обращает внимание потенциальный работодатель. Обучайте здесь, и вы не пожалеете. Друзья, я рада приветствовать вас. Надеюсь, что информация здесь вам будет полезна и интересна. Желаю успеха. Так, я вижу торможение. Тормозит. Вы еще нигде не видели. Меня создал Юрий Тормозит не должен. Специально для демонстрации таких аватаров, как я. Я сейчас говорю машинным голосом, так как распознаю готовый текст. А могу говорить голосом, записанным профессиональным диктором. Я озвучиваю тексты на 26 языках мира, включая русский, могу говорить мужским и женским голосом. Я могу выглядеть как в формате 2D, 3D, так и в образе готовых актеров или записанных вами роликов. При этом я могу запускаться произвольно, вручную или автоматически при загрузке или закрытии страницы. Меня можно сделать за одну минуту и заставить говорить, что угодно. Разместить меня можно в любом месте вашей страницы. Меня легко можно увидеть на любом устройстве. Подробнее про меня может сказать Юрий Белоножкин. Хочешь поступить к нам? Зайди в раздел Абитуриенту, там ты найдешь всю необходимую для поступления информацию. Рад приветствовать вас на сайте онлайн курсов отдела ДОП образования и повышения квалификации Института сферы обслуживания и предпринимательства филиала ДГТУ. Наши курсы предназначены для тех, кто готов развиваться в современной информационной среде, расти профессионально и достигать новых высот в своей области. Мы готовы помочь вам повысить квалификацию в самых разных направлениях информационные технологии, экономика, социальная сфера, педагогика, строительство и множество других. Обратите внимание, по окончании обучения вы получите документ установленного образца У нас будет опросник, коллеги, по номерам. Будем рады сотрудничеству. досмотрите, потом варианты выберем. Здравствуйте, уважаемые слушатели программы тьютерская деятельность в сфере образования. Для каждого из вас эта программа будет выстраиваться как индивидуальный маршрут. Именно онлайн-среда позволяет вам самим выбирать возможные пути прохождения этого маршрута. Кроме того, вы сами пройдете цикл работы с тьютером, чтобы в полной мере включиться в освоение профессии. Для того, чтобы мы могли лучше понять вас и выстроить работу с каждым, ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов анкеты. Спасибо. Остановись! Если уйдешь, не нажав сюда, ты очень пожалеешь! Это сайт спортивной организации. Современное образование для детей и взрослых. Для детей с 3 лет группа развития Лево плюс смарт изо студия. Для детей с 7 лет робототехника программирование и 3D-моделирование. Для работников образования курсы повышения квалификации от дошколки до вуза. Ну вот и все. Спасибо за ваше мнение, уважаемые коллеги, за то, что просмотрели. Ну и сейчас мнение мы отразим в нашем опроснике. Давайте мы пойдем дальше. Не спешите. Итак, вы посмотрели. А теперь давайте посмотрим, как выглядят наши голоса в вопроснике. Я сейчас открою опрос и вы выберете один единственный вариант ответа. Выберите номер, который вы считаете важным. Итак, пошло голосование. идет интерактивное голосование. Проголосовало 33 человека. Участвуют гораздо больше. Просим, подождем. Нет, коллеги, в чате не пишите цифры, пишите в опроснике. Выберите номер вашего варианта. Выберите номер вашего варианта в опроснике. Он сейчас виден на экране. Коллеги, вам нужно выбрать цифру. Татьяна Александровна, цифру надо выбрать и дожать свой номер. Итак, мы видим результаты, результаты видим, еще немножко подождем. Возможно, кто-то отвлекся и не запомнил свой номер. Ну, тогда это мы не будем учитывать, кто не смотрел, не голосовал. А вот сейчас мы видим результаты нашего интерактивного вопроса. В свободных вариантах я вижу Татьяна Александровна, я не понял, что значит свой ответ. Так, 8 и 12 выбрали почему-то в свободном ответе. 8 и 12 Так, 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 8, 8, 8, 8, не вижу опросник, Наталья Константиновна. Я, коллеги, видно опросник? Я вывел сейчас на экран опрос. Да, может быть вы там телефоны не видите. Вот, спасибо, да, в центре. Вот этот опрос, виден в центре и на нем видны результаты голосования. Так, ну что, проголосовало 54 человек, это серьезная статья. А, в телефоне действительно хуже видно. Хуже видно. Так, нельзя. Выбирайте свои, ну, пока вы видите опросник, можете свои комментарии написать, свои впечатления сейчас написать в чате, пока идет голосование, не в цифровом, а в текстовом, в эмоциональном виде. ну, Надежда опрос виден на компьютере, возможно, не виден в смартфонах или на маленьких экранах. Итак, дорогие друзья, еще несколько секунд, и мы увидим, какой вариант у нас победил, кто на первом месте. Нет, Сосана Шалвовна, лучший это один. выбирайте самые лучшие. Несколько я исключил такой вариант специально, лучший он и есть лучший, но второе, третье место будут. кто голосует за свой перепутал с 14? Кто голосует за свой перепутал с 14? Кто голосует за свой? Я не понял вопрос, Наталья Борисовна. Только один вариант, да, только один. Ну, ничего страшного. Итак, на первом месте вариант 8, за него проголосовало 37%, на втором месте 4, да, 4, за него 11,9%, процентом. Так, ну, 12%, 11,1%, 11,1%, а, извините, 11,1%, у него больше, спасибо, следите за мной, 13,3%, и 3, да, на втором стоит 11,1%, и на третьем месте, подсказываете, похоже, четвертый, 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 второй, а у второго сколько, так, у четвертого 11,3%, у второго, извините, у второго 6,3%, у четвертого 12,3%, четвертый, на 12,3%, нашел протокол, и вывожу в чат. Ура! Выявлены, без учета тех, кто написал в чате. Да, это без учета тех, кто написал в чате, нам придется долго пересчитывать, но сейчас давайте мы посмотрим, какие еще были результаты. посмотрите, коллеги, давайте посмотрим на результаты того же самого опроса. Я попробую вывести на экран. Голосовали в фейсбуке. что там на данный момент? Там я скажу коллеги, давайте попробую вывести прямо для вас это все в эфир. Мы можем это делать. И посмотрим, что в социальной сети что в социальной сети выбрали коллеги. Запускается трансляция. Там чуть-чуть не совпало. Чуть-чуть не совпало. Так. Запускается. Запускается. и начинаю трансляцию. Запускается. Скажите, что вы видите экран. Напишите да, если видите экран, да, отлично. Так вот, 12, 8 и 11 варианты. Нет. Кто-то видит, кто-то нет. Так, это вот Наталья Лусова не хочет за себя голосовать. Моя ученица. Итак, 12, 8, 11. А у нас что получилось? Тогда я останавливаю трансляцию. Видно? Останавливаю трансляцию. 12, 8, 11. Вы увидели, что там и сравниваем с нашими результатами. А они не совпали. 8 совпал, 11. Так, ну, друзья, я вынужден учесть ваше мнение. Вы посмотрели для сведения, что там. Мы не знаем эти фамилии, кто победил. Но, поскольку у вас больше, математическая надежность выше, то принимаем результаты, хотя пока не знаем, что это за участники. Я себе сохраню их. Я себе их сохраню. 8, 11, 11 и 4 вариант победитель. Так, идем дальше. Так, с Facebook согласны. Все аватарчики на одном слайде, а то всех не запомнит. Ну, хотите еще раз посмотрим? Если хотите. я такое допускал, что не все могут сразу оценить не по преподавателям, по студентам. А, давайте мы сейчас вот как раз послушаем совет, совет именно Лукьяновой, Александры Степановой. то, что думаем мы, это очень хорошо. Но важнее то, что думают потребители, сами студенты или покупатели, если это речь о коммерческом сайте. Давайте посмотрим, что говорят они. Так, давайте послушаем. К сожалению, добротной такой, надежной статистики нет, но кое-что мы получили. Вот посмотрите, что думают студенты. Опрос пока еще очень сырой. Голосовало всего 4 человека. Это буквально мне вчера вечером прислала коллега, я объяснял, уговаривал, но у каждого свой план, это нормально. И за эти короткие две недели и аватары создать, и на работу ходить, и еще статистику собирать, было просто нереально, слишком мало времени прошло. Тем не менее, я хочу эту статистику показать. Она будет наращиваться. Тот, кто мне прислал коллега, умничка, Санкт-Петербург, нечаевая, филолог, она сказала, что будут результаты, но посмотрите, что получилось. Первая картинка, тут ничего не понятно, кто влез, кто под дрова, кто сильно, кто слабо, все в равной пропорции. И вы сейчас поймете, почему в равной. Нужно ли разнообразить тоже, кто влез, кто под дрова, это ноль. Ничего ценного в этой аналитике мы не видим. А вот мнение студентов, написанное словами, текстом, для нас интересно. Смотрите, напугал, вот это, помните, девочка появляется, рассказывает про своим голосом, прямо вот глаза, глаза, что-то говорит, про какой-то курс, по иностранным языкам, правда, что это очень важно, во-первых, напугал, вот я пишу, неестественно, он выскочил там, где и так уже все ясно, там написано условие поступления, обучения, и вдруг выскочивает эта девочка и повторяет то, что и так уже им известно было. Они начинают предлагать другие варианты, то есть это было неестественно, это были курсы по техническому переводу, но они подсказывают, что им на самом деле не хватает, а девочка рекламировала, повторюсь, тем, которые и так уже в этом онлайн-курсе находятся, то есть задача неестественная. Второе, тоже негативный комментарий, что их не слушают, ну, понятно, он ничего нового им не дает, можно было что-то другое поставить, не надо, очевидные вещи, хотя сам онлайн-курс это супер, понимаете, то есть неправильная постановка педагогической задачи, девочка появилась там, где и так уже все известно, это еще не все мнение студентов, очень жесткие, это хорошо, вот тут более позитивный, необычно, привлекает внимание, и вы когда смотрели эти фильмы, эти варианты тоже, я вижу, писали, у вас были эмоции, воспроизведение не автоматическое, а по треугольничку, смотрите, как она классно пишет, без синей обводки от хромакея, девочка на белом фоне, но из-за того, что съемка некачественная, на ней видят этот синий контур, студент понимает, что такое хромакей, коллеги, они вполне грамотны, то есть сделана непрофессиональная съемка, вы сейчас думаете, елки-палки, где у нас средства заниматься профессиональной съемкой, так вот, для этого иной раз лучше взять готового актера и не мучиться с этим хромакеем, и эта девушка, записанная, скажет вашим голосом, вами записанным, видели там варианты, то, что нужно, но не надо в эту видеосъемку заморачиваться. И последний момент, уважаемые коллеги, вы обратили внимание, как нечетко сглатывает окончание, нечетко говорит эта девочка, у нее дикция неразборчивая, какой тут аватар, какой момент эмоционального привлечения, если ее понять очень сложно, то есть низкое качество, вот и мнение потребителя, это хорошо, да это супер хорошо, надо говорить хорошо, с хорошей дикцией, если не можешь, пусть лучше скажет машина, не всегда это возможно, если это короткая, простая речь, то есть давно был в своем личном кабинете, эту фразу машина говорит прекрасно, длинная речь, где какие-то слова с непонятными ударениями, для нее, для машины, она коверкает, вот в чем искусство применения аватара, дорогие друзья, вот еще одно мнение, но оно подтверждает вот эту четкость, четче произносить, в быстром потоке речи, девочка говорит быстро, я сам в юности говорил ужасно, а потом стал учиться, научился, вот о чем речь, качество дикции для аватара очень важно, машинные аватары, если вы видели, они хоть и говорят иногда с интонацией, с неправильным ударением, но они четко выговаривают каждое слово, вот и мы послушали мнение, итак, кто же у нас победитель, мы оценивали аватары как потенциальные потребители, да, как раз я, мне кстати тоже все понравились, аватар тоже 8, но с точки зрения меньших затрат, о, умничка Ольга Борисовна, можно потратить много сил на физическую съемку, пойти в студию или еще что-то, и эффект будет невысокий, а можно сделать быстро, хороший текст, грамотные настройки, удачный образ, это делается за минуты, уважаемые коллеги, но с технической точки зрения, я не считаю обмысливание текста, продумывание сценария, тут можно долго думать, а можно, как ни было случае, вот на первом вебинаре, мне понравилось, самое идеальное решение возникло прямо в ходе вебинара, которое заключалось в одной фразе, а не забыл ли ты посмотреть свой личный кабинет, все, вот одна эта фраза для библиотекаря, для этой странички, она является ключевой, сайт образовательной организации, библиотека, и вдруг появляется, а не забыл ли ты посмотреть личный кабинет, намекается, что там есть ли у тебя задолженный, сможешь книжки не сдать, одна фраза, сказанная машиной, представленная в виде машинного образа, готового аватара, вот мне кажется, это гениальное решение, появилось прямо в ходе вебинара, хотя я это решение предлагал лучше, длинные фразы, нет, вот именно гениальность и искусство в этом подобрать, оптимальный вариант, причем, 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 вы обратили внимание, что рисованные аватары не 3D, и не актеры, и не видеозапись, а именно рисованные, у них с артикуляцией, близость к встрече очень естественная получается. Там нет такой мелкой моторики рта на лице, и поэтому речь воспринимается естественно, помните, как Белоножкин говорил, сидел учитель бородатый, пальцем показывал, он смотрелся, рисованный, вполне естественно, где и взять, сейчас поговорим. 12-й содержит в себе многое из того, что хотелось бы видеть и слышать, не уловил мысли, Татьяна Александровна, это позитивно или это наверное позитивно, то есть иногда аватар действительно своей эмоциональностью побуждает ради чего все так действие, аватар нужен для действия, мы говорили в прошлый раз, сначала вызвать эмоцию, в маркетинге, в обучении, не факты, факты мало, оказывается, мы говорили в прошлый раз, факты мало кого интересуют, а эмоционально зажечь, а потом привести к действию, пройди тест, прочитай книгу до конца, изучи этот раздел, ты классно сдал, прошел этот тест, ты умница, я в восторге, значит, ты и следующий хорошо пройдешь, прошел плохо тест, он говорит, к сожалению, я тебя ожидал большего, но ничего страшного, прочитай материал и возвращайся сюда, понимаете, вот это вот важно, номер одиннадцатый, по оценке воздействия на крючок джедаев, а никто не спрашивает, где этих джедаев брать, где брать нестандартных этих актеров, которых нет в стандартном наборе, все же поняли, где их брать. Так, ну а теперь я хочу все-таки объявить первое место, ну что, коллеги, восьмое, 37 процентов, я не в счет, я слишком много времени потратил на эти аватары, я в конкурсе не участвую, я этих столько аватаров пересмотрел, что мне легче, а новичкам было сложнее. Ну что, первое место занимает восьмой, давайте посмотрим, кто это, вот мы этот опрос прошли, он все-таки объективный, 37 процентов, это большая величина. Так, вот этот опрос, еще раз показываю, вот он здесь есть, итак, восьмой номер, у нас победитель, Наталья Нечаева. Наталья Нечаева, потому что она пошла на риск, она взяла студента, студентку, повела ее в студию, где есть синий фон, она, эта студентка выучила текст, помните, она не читает по бумажке, не запинает, ну да, запинается, но она смотрит в глаза, у нее руки не двигаются, да, она еще, у нее пластики такой сценический, нет, как у настоящих актеров, но она набрала смелости, пошла на риск, Наталья, ее студенты раскритиковали, но Наталья сказала, сегодня ее нет, она сейчас на занятиях, меня предупредила, но она будет смотреть на нас, Наталья, вы умница, вы пошли на риск, педагогический эксперимент, теперь вы самая продвинутая в части создания живых аватаров. Хорошо. Второе место у нас 11 11 место это Алексей Попов, Алексей Эдуардович, помните сайт образовательной организации ПДПО и там мальчик, актер, не рисованный, не 3D, а живой актер, записан, как он хорошо говорит, он, наверное, берет своей улыбчивостью, белоснежной улыбкой, молодостью, он хорошо одет, хорошо выглядит, там хороший свет, никакой зеленой синей окантовки, это сделано в профессиональной студии, он чужой. Мы этот аватар с Алексеем Эдуардовичем Поповым делали по времени сам скрипт, ну, несколько минут, мы потом дольше смотрели, как его правильно ставить в муду, мы сделали это, но и там кое-где может быть и речь не совпадает, но для зрителя, особенно для неискушенного, вот для который пришел, это создает впечатление, мне он нравится, создает впечатление. Спасибо, это второе место. Четвертое место у нас занимает Наталья Усова, Наталья Константиновна. мысли тоже, вот каждый из вас это отдельная история, Наталья говорит, извините, я вас беспокою, там, то да, все, нет, мы будем делать идеально, я сказал, что там будет идеально, то я ей сказал, темп речи не такой, слишком быстрый, то какие-то слова неразборчивые, она переписывала, да, то не вмещалась в длину, у нее речь длиннее, чем аватар, аватар ругается, надо его снова подзагружать, но это все мелочи, она сделала текст, который говорит, помните, родители, педагоги, родительские собрания, ну, слово родительские собрания, ей надо потренировать дикцию, я знаю, почему она так говорит неразборчиво, она просто мама, которая растит маленьких детей, ей тяжело, она сейчас не успевает все с ними делать, маленькие дети это большие хлопоты, и вот еще я работаю у нее, и вот она в спешке это сделала, то есть я знаю историю Натальи Усовой, как живой человек, она не актер, она не обладает, нет у нее столько много свободного времени, как у других, но она нашла и сделала, вот у нее третье место, дорогие коллеги, призеры получат, первое место пять бесплатных аватаров, второе место четыре, третье место три, но и она еще клиент DreamStuddy, я еще и помогу. Итак, четверка были у меня на втором месте, хорошо, спасибо, Дмитрий Александрович. Итак, дорогие коллеги, что у нас с вами далее, мы просмотрели вот эту историю, ролик вы можете смотреть еще, в фейсбуке опросник еще продолжается, спасибо, Наталья Константиновна, давайте решим теперь, насколько нам, педагогам, специалистам, организаторам учебного процесса, представителям компаний, насколько это интересно, вот я сейчас новую, еще один, открою еще один, запускаю, опрос, пожалуйста, выберите свой вариант ответа, который устраивает вас, чтобы понять, вот мы сейчас потратили час времени, насколько он для нас полезен, увидели ли мы главное достоинство, или это такая игрушка, вещь себе, вот, 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 видите, каковы ваши предпочтения, потому что любой результат, он всегда требует затрат, вы, конечно, повторюсь, каждый можете приобрести себе этот сервис, он недорогой, относительно, потратить время, потом бросить эти аватары, зачем они нужны, можете получить дополнительный результат. Я, например, для себя вижу следующее, это должен быть онлайн курс, кстати, вот, с Алексеем Поповым, у него такая была там мысль, поскочила презентация, он хочет создать профессора, который не читает видео лекции, а ведет по курсу. В Moodle вы знаете такой элемент лекция, открывается страничка, фрагмент, там есть текст, какой-то контент, и профессор что-то наговаривает, какую-то главную мысль. Открываешь следующую страничку, он говорит, а вот здесь не забудь это, это самое тяжелое. Дальше написано, но он дал импульс, и так далее. Онлайн курс с тестами, проходит тест, этот же профессор говорит нужную фразу, он постоянно мотивирует, я вижу в идеале вот это применение аватара, это не видеокурс, это не слайдовый курс, это совершенно новое педагогическое явление, на мой взгляд. И вот я готов рассмотреть такую работу с теми, кто захочет создать такой новый курс с динамическим аватаром, как инструментом повышения. Ну что, дорогие друзья, 63% вы видите проголосовали, да, 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 вы совершенно правы, Ольга Борисовна, чувствуется, что вы давно работаете в онлайн обучении, я вас хорошо знаю, помню, грамотно к ним подойти. Да, 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 мы применяли в учебном процессе, если говорить преподаватель, глаза в глаза, это вызывает, ну просто космическое воздействие на удаленного обучаемого, просто невероятное, это не видеоролик, он просто посмотрел тебе в глаза, сказал, что здесь надо изучить и отпустил, а дальше сиди читай, это непередаваемое эмоциональное воздействие, и наоборот, если это сделать некачественно, неряшливо, говорить неразборчиво, никакого эффекта не будет, это даром потраченные силы. Ну что, друзья, мы с вами уловили, у нас надежная статистика, на основе которой можно сделать много выводов, что те, которые возьмутся серьезно за этот инструмент, кстати, технически не такой уж он и сложный, абсолютно легкий, да и видеосъемка, это тоже все легко решается, если найти такие возможности, я останавливаю запрос, это вам материалы для ваших публикаций, для ваших каких-то продаж, например, в приемную комиссию, на любой странице очень даже хочется, на сайте любой приемной комиссии, кроме текста. Ну, например, он говорит, если вы не видите то, что вам надо, нажмите в онлайн чат, и показывает руками вниз, где вот эта ссылочка онлайн чата нарисована, это я люблю, потому что в онлайн консультанте можно не просто ответить на вопрос, а можно расположить к себе, это уже общение, для маркетинга вот это общение, клиент вошел в онлайн чат и спрашивает, а где у вас стоимость, а где вот это, вы уже начинаете с ним работать, как маркетолог, многие стесняются туда нажать, и вот если аватарчик сказал, вот эту короткую фразу, если у вас, вы не можете найти то, что ищете, нажмите в онлайн чат, мы вам сто процентов ответим, и другую фразу, мне кажется, это будет очень полезное решение, так педагогическую полезность оценили. Итак, мы подходим к концу, хоть это на полтора часа, но обычно всегда 60 минут, дольше, сложно, вы устаете, вы заняты все, я говорю, где можно получить гарантированный результат, что, что здесь я имею ввиду, коллеги, если вам захотелось получить один простейший аватар, или консультацию, или сценарий, что угодно, и сам скрипт от меня, по очень низкой цене, вы можете это сделать здесь, заказать аватар, причем заказ, причем там вы перечисляете предоплату, я вижу, что она есть, но пока я не сделаю качественно, я эти деньги не получу от клиента, вот такая новая система, я вижу, что заказ поступил, вы можете его, прочитаете, что необходимо от вас, можете диктора заказать им, что угодно, можете по минимуму обойтись, вот эта система гарантирует, что эти деньги будут поработать, пожалуйста. Готов ответить на ваши вопросы, да, 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 вот опыт Владимира Олеговича, это Академия МЧС, если я не ошибаюсь, он разрабатывает с друзьями, готовит с друзьями некий сайт по восточным единоборствам, они готовят контент, лендинг и все, но при попытке закрытия, они хотят, чтобы появился вот этот вот ниндзя, мы нашли его, он сам его озвучил, не с первого раза, я сказал, ниндзя какой-то вялый, нужный энергетик, он переписал, извинился тысячу раз, не надо извиняться, и не сделает то, что хотели, ниндзя говорит, надо идти сюда, не в МЧС, а, уже не в МЧС, я желаю успеха вашему рекламному агентству, и в том числе и в деловой рекламе вот такие аватары, я думаю, вам будут помогать. Так, спасибо, я не вижу вопроса, а, вот вопрос, нет, вижу вопрос, так, Лукьянова, Александра Степанова, можете ли объяснить, правильно я понимаю, что получат код, ага, хороший вопрос, Александра Степанова, вы получите код с тем текстом, который вы захотели, если вдруг, через какой-то момент времени, вы захотите текст поменять, вы просто мне его сообщите, код, ничего больше не меняете, я вношу изменения в ваш текст, и этот скрипт автоматически воспроизведет новый вариант текста, если вы хотите делать все сами, идите по той ссылке, оплачивайте доллары, заказывайте на английском языке, там вам никто не поможет, все будете делать сами, и регулировать сами, спасибо, спасибо, так, я еще, кажется, пропустил, Ольга Борисовна, ниндзя, да, ниндзя классный, никто не спросил, где брать этого ниндзя, коллеги, можно найти в интернете, мы с вами, если что, найдем, такие образы, и вырежем, хоть Никулина, хоть Витцина, хоть Бродопита, уже такие готовые сценарии, они будут говорить вашими голосами, или машинами, то, что мы решили, так, 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 что-то еще, так, Лукьяновый ответил, так, 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 я, а, вот вопрос о пропустил, на некоторых сайтах есть онлайн-консультанты, в виде окошечка, спросите, и я отвечу, это тоже аватары, я понял, под аватарами очень многие понимают многое, в нашем случае, это видеоаватар, не просто картиночка, да, это тоже аватар, как статическая картиночка, в нашем случае, это динамическое видеоизображение, некого образа, тоже аватара, то есть, то аватар статический, гигграфическая картинка, то другое, так, если я пропустил вопросы, пожалуйста, продублируйте, уважаемые коллеги, так, зали, так, это я ответил, ага, Василий Васильевич, я, этот вопрос, про пауэрпойнт, это классная идея, когда в ходе презентации, появляется какой-то персонаж, на слайде, и каждый раз, он разное что-то делает, может просто оболчит, может смотрит, но шевелится, это тоже психологическое воздействие, помните аватар с Путиным, он просто молчит, и смотрит тебе в глаза, помаргивая, а под ним кнопочка, с ссылкой, и надпись, говорю, как чекист, ты проверил свой чек-лист, это я такую придумку придумал, она мотивирует, проверять свой чек-лист, свой план выполненных работ, и он контролирует тебя таким своим взглядом, молча, вот такие же можно было бы сделать в PowerPoint, но ответа нет, я просмотрел, нет, но зато можно в слайдах iSpring, или на страницах элемента лекция в Moodle, там тоже вот листаешь, и появляется каждый раз, в Moodle, или в Hypermethod, или в EDX, в лекциях, в тексте, можно вставлять, как в PowerPoint вставить, в iSpring знаю, а вот в PowerPoint пока не знаю, хороший вопрос, но идея, Василий Васильевич, замечательная, если вопросов нет, дорогие друзья, вы получите всем ссылку, рад, что вы нашли для себя пользу, я не вижу ссылку на курсы университета, какого университета? Сам нашел, я не понял, какого университета? Хочу себя аватаром на текст, с текстом не списывай, себя аватаром на текст, с текстом не списывай, то есть есть некий текст, пишет Ольга Борисовна, с которым работает студент, обучаемый, а тот ее аватар, Ольга Борисовна, Вам за идею дарю один аватар, пишите мне, я Вам сделаю подарок, сделаю один аватар бесплатно, посмотрим, что получится. Так, что еще? А, Вы имеете в виду Dream Study? Так, ну у нас там готовятся занятия, это планеты, Павел Слесарев, я еще пока не вижу решения, и списков студентов пока тоже не вижу, мы готовим эту информацию. Проверочный тест, нужно, да, вот появляется, если это Moodle, проверочный тест, какой-то тест, в нем есть поле описания, если это Moodle, в Moodle очень легко вставляется этот скрипт, элементарно, за 5 секунд, раз, все, и тут же он появляется в уголочке, вам надо сообщить, то ли он будет запускаться автоматически, то ли при закрытой странице, скорее всего, по треугольничку, там размещена Ольга Борисовна, и смотрит, и треугольничек, студент по ней кликает, она говорит что-то, просто говорит что-то, или держит какую-то надпись в руках, и молча смотрит, так вот, не списывает, спешите, сотработаем сценарий, это сейчас так фантазирую грубо, мы отметим точно. Единственное, я попрошу Ольгу Борисовну потом написать свое мнение, если оно, конечно, если вы хотите, и поделиться с этим мнением коллегами. Друзья, есть ли вопросов, нет, если я пропустил, продублируйте, запись будет обязательно, Ирина Викторовна, в Директ Академии всегда записи, бесплатно. Так, ну что, друзья, так, 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 да, 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 вот Александр Степанов, я уже ответил на вопрос, пожалуй, больше вопросов нет. Больше вопросов нет. На этом я желаю вам всего доброго. Павел Юрьевич, я, я заканчиваю, я заканчиваю. Если ты ушел, а нет, ты не ушел. Нет, я никуда не ушел, я с вами, с вами в вебинаре, и сейчас вместе с Юрием Николаевичем прощаюсь с вами, благодарю за активное участие, благодарю Юрия за очередной замечательный вебинар, и напоминаю, что с нами вы можете встретиться завтра на вебинаре Дмитрия Кречмана, а с Юрием Николаевичем послезавтра на его очередном вебинаре. Прошу к нам в гости, приходите, будет интересно. Всего хорошего, до новых встреч, до свидания, уважаемые слушатели, до свидания, Юрий. До свидания, коллеги, до свидания, Паша.